10 место Альбатрос Пелос Шарм 5 звезд. Самый недорогой и условно говоря самый молодой отель данного топа. Все дело в том, что раньше это был отель Сирень Гранд Хотел 5 звезд, который выкупила сеть Пик Альбатрос и полностью произвела реновацию всего отеля. Поэтому с 2020 года это можно сказать новый отель. Расположен в районе Монтаза, Рас Назарани Бей. На первой линии в 7 километрах от аэропорта. За территорией отеля почти нет инфраструктуры, а ближайшая променадная зона, площадь Сохвы Сквер, находится в 5 километрах от отеля, к которой можно доехать только на такси. Можно и пешком, но идти придется долго, около 2,5 километров. Так как отель расположен в относительно ветреном месте, то отдыхать в этом отеле будет комфортнее всего только летом. Весной и осенью 50 на 50, все зависит от ветренности, а вот зимой тут будет очень частенько дуть ветер, который будет создавать самый большой дискомфорт в этом отеле. Территория отеля средних размеров, общая площадь 85 тысяч метров квадратных. Хоть в отеле имеются и пальмы, и зеленые газоны, все равно относительно других отелей в Шарме территория не такая зеленая, но зато очень аккуратная. Бассейнам на территории всего 7, есть детский бассейн, есть бассейн с джакузи, некоторые бассейны имеют подогрев зимний период. Есть новый аквапарк, 7 горок для детей и 7 горок для взрослых. Работает по графику, горки не самые экстремальные, которые есть в Шарме, но для большинства будет достаточно. Пляж большой и просторный, протяженность пляжной линии примерно 300 метров, так что тесно никому не будет. Местами есть песчаный заход с берега, но не глубоко, примерно по колено по пояс, и то только во время прилива. Для маленьких деток это достаточно. Для того, чтобы плавать, есть понтон, длина которого составляет примерно 150 метров. Пантон пластиковый, поэтому волны на нем чувствуются очень сильно. В конце понтона есть нормальный коралловый риф. Кстати, более красивый риф будет в сторону соседнего отеля Melton 5 звезд. Но также важно знать, что вдоль берега есть сильное течение, и если далеко заплывать в сторону, то вернуться против течения назад будет очень тяжело. Номера, естественно, все после ремонта, можно сказать новые, красивые и качественные. Чайный набор предоставляется бесплатно. Wi-Fi в номерах и на территории заявлен бесплатно. Очень часто пропадает или работает только на ресепшн, поэтому кому нужен стабильный интернет, сразу покупайте местную симку. Вечером для детей есть мини-диск, но в целом анимация во всех отелях в связи с карантином ограничена до минимума. Поэтому часто встречаются негативные отзывы по слабой анимации, которая вообще запрещена в египетских отелях. Питание, естественно, на уровне сети Альбатрос. В основном всегда качественное и достаточно разнообразное. Есть несколько видов мяса и рыбы и множество гарниров. Алкоголь стандартный, местный, а импортный только за нормальную доплату. В целом по отелю преобладают в основном только положительные отзывы. Но, как и в любом другом отеле, могут встречаться и отрицательные. Иногда объективные, а иногда турист просто выбрал неподходящий себе отель. Девятое место. Sunrise Arabian Beach Resort 5 звезд. Отель высокого уровня с претензией на египетский VIP. Расположен в бухте Шарфсбейн на первой линии. Расстояние от аэропорта всего 8 километров. Так как бухта не самая теплая, то отель подойдет для отдыха весна-лето-осень. Можно ехать и зимой, но тут как повезет. Если будет ветер, то на пляже будет прохладно. Открыт в 2012 году, но уже в 2018 году даже проводилась частичная реновация. Территория средних размеров. Общая площадь 63 тысячи метров квадратных. Важный момент, что территория этого отеля очень каскадная. Имеется много ступенек. Но для тех, у кого с этим проблемы, есть автобус, который курсирует от ресепшн до пляжа с раннего утра и до поздней ночи. Жирный плюс – это бесплатный Wi-Fi по всей территории отеля и даже в номерах. Туристы в среднем оценивают качество интернета на 9 баллов из 10. Продолжительность пляжной линии примерно 150 метров. Есть бесплатные лежаки с зонтиками и платные павильоны. На пляже есть бар и фудкор, где можно перекусить, чтобы не идти в основной ресторан. Заход в море только с понтона. Понтон стационарный, примерная продолжительность около 50 метров. А вот с берега есть только коралловая корка. И заход в море без специальной обуви будет опасный. Риф типичный для бухты Шаркс-Бэй. Естественно, есть и живые кораллы и рыбки. Но, как и у всех отелей бухты Шаркс-Бэй, это не самый красивый домашний риф, который есть в Шарм-эль-Шейте. А вот с питанием в этом отеле, как правило, всегда все отлично. Кроме того, что в главном ресторане очень разнообразное меню, есть еще много а-ля-картов, которые все, кроме рыбного а-ля-карта, можно посещать бесплатно. Так что с питанием тут все окей. Лучшее питание будет только в отелях Риксос. Еще одна жирная особенность этого отеля – это бассейны. Всего их 6 и 4 из них подогреваются в зимний период. Также есть пара небольших горок. Аквапарк они, конечно, не заменят, но оскому сбить можно. Как правило, по отелю всегда положительные отзывы, но бывают и отрицательные, как и во всех других отелях. Из минусов – это отсутствие нормальной инфраструктуры за отелей. Различные торговые лавки есть, но ничего интересного. И цена на отдых в этом отеле достаточно высокая. Но тут тоже не стоит забывать, что цена соответствует сервису. А качественный сервис дешевым не бывает. Восьмое место – Султан Гарденс 5 звезд. Один из лучших и самых популярных отелей шарма для семейного отдыха. Да и не только семейного. Расположен в бухте Шарксбей на первой линии. Расстояние от аэропорта всего 5 километров. Так как бухта не самая теплая, то отель подойдет для отдыха весной, летом и осенью. Можно ехать и зимой, но тут как повезет. Если будет ветер, то на пляже будет прохладно. Отель был открыт в 1999 году. С 2014 проводится ежегодная поэтапная реновация номерного фонда. Территория отеля большая и просторная. Общая площадь 100 тысяч метров квадратных. Но каскадная, много ступенек, поэтому для ленивых по территории ездит Таф-Таф. Это такой автобус, каждые 15 минут и возит к морю. 80% номерного фонда уже обновили. И всего лишь 20% номеров старые, но не убитые. Так что тут как повезет. Самая популярная категория это стандарты. Площадь которых составляет 42-45 метров квадратных. Максимальное размещение 2 плюс 1, либо 3 взрослых. В номере есть все необходимое, в том числе и тапочки и халаты. Утюг бесплатно по запросу. Пляж. Песчаный, есть пологий заход в море, примерно пара метров от берега. Есть два понтона, длиной примерно 35 метров. Глубина с понтона 3 метра. Вода светлая и относительно теплая, за счет того, что находится в Тихой бухте. И море не мутное, а спокойное и успевает прогреваться. Хороший коралловый риф. Естественно большое разнообразие морских обитателей. Но все-таки это не самый интересный подводный мир в шарме. На пляже очень много лежаков, места хватает всем желающим. Бассейнов всего 5, 3 подогреваются в зимний период, 1 детский и 2 взрослых. Wi-Fi бесплатно в номерах, базовый доступ, поэтому если нужен хороший интернет, то это уже будет только за доплату, либо покупать местную симку. Питание достаточно разнообразное. Почти каждый вечер есть мангал, где готовят и рыбку и мясо. Бывают морепродукты. В главном ресторане есть две зоны. Первый этаж для туристов с детками, второй этаж только для взрослых. Персонал отеля приятный и особо внимательный, когда оставляешь чаевые. Главные минусы. За территорией почти нет инфраструктуры, поэтому придется ехать только на такси. По отзывам в основном всегда положительные, но бывают и отрицательные, как и в любом другом отеле. 7 место. Grand Rotana Resort & Spa 5 звезд. Отель расположен на самом берегу Красного моря, то есть на первой линии, в бухте Шаркс Бэй. Обладает потрясающе красивой зеленой территорией с большим количеством пальм. Территория спроектирована в виде каскада. С большинства номеров открывается чудесный вид на море. Отель рассчитан на спокойный отдых. Так как бухта не самая теплая, то отель подойдет для отдыха весна, лето, осень. Можно ехать и зимой, но тут как повезет. Если будет ветер, то на пляже будет прохладно. Отель открыт в 2005 году. Реновация, косметический ремонт проводится по мере необходимости. В 2019 году, например, проводился ремонт номеров в корпусе 6. Территория большая. Общая площадь 125 тысяч метров квадратных. Тесно никому не будет. И прогуляться тоже есть где. Пляж отеля просторный. Заход в море с пирса, но есть и возможность зайти в море с берега. Примерно по колено по пояс. В зависимости от отлива прилива. Так что для отдыха с детками это тоже нормальный вариант. Коралловый риф есть. Достаточно красивый. Хоть и не самый интересный в плане домашнего отельного рифа. В некоторых бассейнах есть подогрев в зимний период. Изюминка среди всех бассейнов. Это бассейн с панорамным видом на море. Правда некоторые туристы говорят, что нужно приходить сюда рано утром, чтобы сделать в этом бассейне красивое фото. Потому что в течение дня в этом бассейне полно людей. Номера начиная от Deluxe после реновации и производят хорошее впечатление. А для любителей дешевого есть номера Classic, которые находятся до ресепшн и выбирая их нужно пройти около минуты до ресепшн по подъездной дороге. Они не обновлены и в номерах Twin нет балкона или террасы. Только в номерах KingBet есть балконы. Если брать Deluxe, имеем частичный вид на море и реновированные номера. Wi-Fi бесплатно базовый доступ покрывает всю территорию отеля. Но если нужен высокоскоростной интернет, то это уже будет за доплату. Что касается питания. Это самый нестабильный показатель отеля. Чаще всего идут положительные отзывы от туристов. Но бывали и времена, когда питание в Ротане не заходило туристам с нареканием на разнообразие. Если в целом, то в меню всегда есть несколько видов рыбы и мяса на обед и ужин. Салатов и гарниров тут естественно с головой. Иногда бывают крабы на гриле. В целом в ресторане более приятная спокойная атмосфера. В отличие от шведского стола в дешевых отелях. Просто туристам нужно понимать, что Гранд Ротана это не Риксос. И естественно по питанию этот отель никак не сравнится с Риксосом. В целом отель специфический. Есть много сильных плюсов. Но и без минусов не обошлось. Поэтому есть и положительные и отрицательные отзывы. И кстати отрицательные скорее всего от туристов. Которые просто не разобрались со своими потребностями и сутью этого отеля. Так что будьте осторожны при выборе этого отеля. Шестое место. Стелла Демаре Бич Хотел и Спа 5 звезд. Отель находится в бухте Наама. Отдыхающие хвалят красивую и ухоженную многоуровневую территорию. Приветливый персонал с хорошими манерами. А еще отличное расположение в безветренной бухте. У пешей доступности от активной торгово-развлекательной инфраструктуры бухты Наама Бэй. Это самый теплый отель из всего топа. Поэтому отдыхать тут будет комфортно круглый год. Открыт в 2009 году. И по мере необходимости осуществляется косметический ремонт. Размер отеля небольшой. Общая площадь территории всего примерно 42 тысячи метров квадратных. Но территория красивая, аккуратная, ухоженная, достаточно зеленая, с хорошими локациями для фото. Туристы могут пользоваться тренажерным залом. Номера времени от времени обновляются. И в целом выглядят достаточно свежо и оснащены всем необходимым, что нужно для комфортного отдыха. Так что доплачивать за нормальный номер на месте, как правило, туристам не приходится. На территории есть несколько бассейнов. Два для взрослых и один детский с подогревом зимний период. Wi-Fi заявлен бесплатно на всей территории и в номерах. Работает нормально. А некоторые туристы отмечают, что даже тянул зум конференции. Гости довольны питанием. В основном ресторане. Блюда разнообразные, свежие. Бывают морепродукты в виде рыбы, креветок, кальмаров. Всегда хороший выбор фруктов. И особенно многим нравятся десерты. Еда находится за стеклом. Столики расставлены друг от друга на нормальном расстоянии. Приборы упакованы. Еще есть 4 а-ля карт ресторана. Но работает сейчас только один – Коралла Росса. Пляж у отеля с приятным желтым песком. Но попасть в море туристов получится только через понтон. Сам понтон небольшой. И в море присутствует вполне насыщенный подводный мир. Да, это не самое интересное, что можно увидеть в Красном море в Шарм-эль-Шейхе. Но есть живой коралловый риф и достаточно большое разнообразие морских обитателей. Учитывая особенность бухты Наама-бэй, это просто шикарный подводный мир. И для первого визита в Египет этого домашнего рифа отеля будет достаточно с головой. А кому нужен более красивый риф, для этого есть экскурсии на морские прогулки. Там будет все намного интереснее. 5 место. Коралл Си Сансаторий Резорт 5 звезд. Самый роскошный отель Сити Коралл Си Хотелс. Элегантный и современный отель с просторной красивой территорией. Внимательным обслуживанием, хорошим питанием, комфортными номерами и с шикарным коралловым рифом. Находится в 10 километрах от международного аэропорта Шарм-эль-Шейх в заливе Рас-Назрани на первой линии. За отелем почти нет инфраструктуры. Поэтому ближайшая променадная зона это Сохо Сквер. Примерно в 10 километрах от отеля. Добраться можно только на такси. Отель открыт в 1997 году, последняя реновация в 2011 году. Но мелкие косметические работы проводятся постоянно по мере необходимости. Состоит из основного здания и комплекса корпусов, каскадом спускающихся к морю. Отель хорошо зонирован. Есть зона только для взрослых, для семей с детьми и зона общего пользования. Wi-Fi бесплатно по всей территории, включая и номера, согласно установленного лимита. Это примерно 1-2 гигабайта. Так что кому нужен нормальный интернет, покупайте местную сим-карту. Пляж очень большой. Общая протяженность примерно 500 метров. Так что тесно никому не будет. На входе с берега в основном коралловая корка. Но есть и часть пляжа, где можно зайти в море с берега. По песочку. Не глубоко. Максимум по колено, по поясу. В зависимости от отлива-прилива. Также на пляже есть пластиковый понтон, длина которого 150 метров. Коралловый риф тут самый интересный и красивый среди всех домашних отельных рифов во всем шарме. Но нужно быть очень аккуратным, потому что бывает сильное течение. И можно зайти в море с пирса Коралл Си Сенсатори. И очень быстро оказаться возле пирса отеля Барон Резорт. Бассейнов достаточно. Есть и для взрослых, и для деток. А также в некоторых бассейнах есть подогрев в зимний период. Есть бассейн наподобие инфинити пул. Но на горизонте этого бассейна не море, а корпуса отеля. Так что, увы, но это не самый интересный инфинити бассейн в шарме. Также в отеле есть горка для маленьких детей. И еще пара горок для детей постарше. Примитивно, но чтобы сбить оскому нормально. Питание. Качественное, нормальный выбор, но не самое интересное. Которое есть в отелях уровнем повыше и дороже. Несколько видов мяса, множество гарниров, салатов и фруктов. Все, конечно, тут есть. А кому недостаточно выбора, то для этого есть несколько алькарт ресторанов. Важно знать, что слева от отеля есть замороженное недостроенное здание. И часть номеров имеет вид на эту стройку. И для кого вид из номера важен, то нужно сразу бронировать номер категории SwimUp. Также очень часто отель бывает на стопе, на ближайшие даты. Поэтому бронировать этот отель чаще всего нужно как минимум за месяц до даты начала тура. Четвертое место. Штайгенбергер Альказар 5 звезд. Один из самых новых отелей категории 5 звезд. Высокого уровня и первый в Шарм-эль-Шейхе отель всемирно известной немецкой сети отелей Штайгенбергер Hotels & Resort. Изящные арки, сводчатые потолки и купола, мозаика и арабески создают совершенно неповторимый облик отеля, выполненный в изысканном арабском стиле. Отель открыт в июне 2017 года. Состоит из основного здания и комплекса трехэтажных живых корпусов. Расположен отель на первой линии примерно в 17 километрах от аэропорта в районе Наббей. Поэтому отдыхать в этом отеле будет комфортнее только летом. Весной и осенью 50 на 50, все зависит от ветряности, а вот зимой тут будет очень часто дуть ветер, который будет создавать самый большой дискомфорт в этом отеле. Бассейны. Всего в отеле их 27 и во всех бассейнах заявлен подогрев. И это неудивительно, ведь в отель едут туристы круглый год, а в море поплавать не всегда есть возможность именно в этом отеле. Пляж просторный, широкий и чистый. Длина пляжной линии примерно 230 метров. Заход с берега есть, но первые несколько метров это мертвая коралловая корка, потом песчано-галечное покрытие. Но поплавать с берега никак не получится, так как тут очень мелко. Для того, чтобы поплавать, туристам нужно преодолеть стационарный понтон длиной примерно 550 метров. Под водой с понтона, ну можно сказать, что коралловый риф есть. И тут главный акцент на «можно сказать», так как он тут очень примитивный и даже для первого знакомства слабоват. А еще тут в конце понтона бывают очень сильные волны, что может вызвать страх у туристов, которые не очень уверенно умеют плавать. Номера. Все можно сказать в идеальном состоянии, так как отель новый, да и туристы, которые едут в этот отель, не из бедных и мародерством не занимаются. Категории номеров много, площадь самого минимального номера составляет 46 метров квадратных. В общем, с номерами в этом отеле все отлично. Wi-Fi заявлен бесплатно и в номерах, и на территории, и базовый доступ. Но качество и скорость очень слабые, поэтому кому нужен серьезный интернет, нужно покупать местную симку. Питание на высшем уровне. В меню полно мяса, рыбы, креветки, кальмары и крабы. Есть нормальные сыры, бывает даже сыр с плесенью. Вкусные сладости, фрукты. Кроме основного ресторана, есть несколько бесплатных ресторанов а-ля карт. Каждый по-своему красиво оформлен и в каждом красивая подача вкусных блюд. Но есть некоторые и платные блюда в меню, например, лобстер. Несмотря на концепцию ультра-олл-инклюзив, бесплатно алкоголь только местный, импортный алкоголь только за доплату. В целом, по отелю есть свои плюсы и минусы. Есть положительные и отрицательные отзывы. Негативные отзывы чаще всего от туристов, которые так и не поняли суть этого отеля. Которая заключается в том, что данный отель рассчитан на европейцев, а именно на немцев в возрасте, которым на отдыхе нужно качественное питание, хороший номер и теплые бассейны, а не море и активная анимация. Третье место. По Сизенс Резорт Шарм-эль-Шейх 5 звезд. Шикарная пятерка для людей, ценящих безопасность, приватность и пристальное внимание к деталям. Для любителей вкусной еды и хорошего моря с красивыми кораллами. Для больших семей. Для любителей спокойного и качественного отдыха. А также отличный вариант для свадебного путешествия. Расположен отель в бухте Шарксбей 9 километрах от аэропорта. Естественно, на первой линии. Знаменитая торгово-развлекательная площадь Сохосквер находится всего в 900 метрах от отеля. Лучше всего подойдет для отдыха весной, летом и осенью. Можно и зимой, но ветер в этой бухте в зимний период бывает частенько. Открыт отель в 2002 году, а реновация проводилась в 2015. Тем не менее, мелкие косметические ремонты проводятся регулярно по мере необходимости. Так что все в отеле на достойном уровне. Площадь отеля очень большая и составляет 195 тысяч метров квадратных. А сама территория представлена как очень зеленый восточный городок с домиками на один или два этажа. Очень много цветов, ухоженных кустов и 1800 больших пронумерованных пальм. За отелем есть аллея, которая и принадлежит отелю, где можно совершать, например, утренние пробежки. Все это расположено под уклоном. И из-за этого пляж как бы укутан отелем. То есть, есть защищенность от ветра. Почти везде красивый вид на море. По территории ездит фуникулер. В приложении Four Seasons или у персонала можно заказать баги машинку, чтобы доехать себе в номер или куда нужно, кто не хочет ходить по ступенькам. Бассейны, естественно, есть и для взрослых, и для деток. Ну и, конечно же, некоторые бассейны подогреваются в зимний период. Пляж отеля компактный. Хоть и протяженность пляжной линии составляет 500 метров. Песчаного захода в море нет, но в коралках с берегом ноги помочить можно. Для захода в море есть два понтона, длиной примерно около 50 метров. Коралловый риф нормальный, живые кораллы есть, рыбки тоже. Некоторые туристы отмечают домашний риф отеля как самый красивый в шарме. Но мнение ошибочное и, скорее всего, эти туристы просто не плавали ранее в районе Рас-Назрани. Номера все в хорошем состоянии. Категории номеров много, площадь самого минимального номера составляет 60 метров квадратных. Есть номера 2, 3, 4 и даже 5-ти комнатные. Ну вы поняли, это для туристов, которые отдыхают со своей свитой или прислугой. Кстати, насчет номеров минимальной категории. Номера качественные и придраться не к чему, но моральный вид у них устаревший. Wi-Fi во всех номерах, в том числе и на территории бесплатно. Питание – самая нестандартная особенность для Египта. В отеле нет привычной для туристов концепции all-inclusive. Есть завтрак, завтрак, ужин, а также завтрак, обед и ужин. И тут нужно быть очень осторожным туристом, которые привыкли к стандартному шведскому столу и не готов платить за индивидуальный завтрак с подачей в номер. Скорее всего, такой турист будет разочарован и оставит негативный отзыв по данному отелю. В общем, Four Seasons Resort Charm-R-Sheikh 5 звезд – это возможность пожить в одной из самых роскошных сетей мира за символическую, как для отелей этого бренда, стоимость. Другие такие же отели Four Seasons стоят в несколько раз дороже и в разы дальше лететь к ним. И самое главное, чтобы у туристов не было негативных отзывов после отдыха в данном отеле, туристам нужно понимать, что это не отдых в обычном крутом отеле категории 5 звезд, а именно отдых в стиле Four Seasons. Второе место. Ritzes Charm-el-Sheikh 5 звезд. Современный отель с ухоженной зеленой территорией и хорошо развитой инфраструктурой. С первых минут пребывания в отеле вы погрузитесь в атмосферу высокого сервиса и изысканности. С октября 2020 года отель работает по концепции только для взрослых, то есть 16+. Расположен в 8 километрах от международного аэропорта Charm-el-Sheikh в заливе Nuff Bay на первой линии. Поэтому отдыхать в этом отеле будет комфортнее всего только летом. Весной и осенью 50 на 50, все зависит от ветвенности. А вот зимой тут будет очень часто дуть ветер, который будет создавать самый большой дискомфорт в этом отеле именно на пляже. Открыт в 2009 году. Последняя частичная реновация прошла в 2020 году. Территория отеля не маленькая и составляет 153 тысячи метров квадратных. Поэтому по территории постоянно ездят электрокары и подвозят отдыхающих гостей туда, куда им нужно. Например, из номера на пляж или в ресторан. Бассейны. Их всего 7. С подогревом в зимний период только 2. Включают подогрев на усмотрение администрации отеля. А при низкой заполняемости даже могут включать подогрев только на одном бассейне. Есть пара скромных горок. А кому нужен хороший аквапарк, есть бесплатный трансфер в один из лучших аквапарков при отеле Rixos Seagate Charm 5 звезд Aquaventure Park. Пляж комфортный и просторный. Длина пляжной линии примерно 250 метров. Так что тесно никому не будет. Заход в море с берега есть, но в основном по коралловой корке. Есть что-то наподобие лагуны, но поплавать в ней нормально не получится, потому что глубина в ней плюс-минус по колено в зависимости от отлива-прилива. В общем, лягушатник для маленьких деток. Для того, чтобы поплавать, есть стационарный понтон длиной примерно 150 метров. Для района Набк это очень короткий понтон. Под водой в конце понтона есть достаточно красивый живой коралловый риф с различными видами морских обитателей. Так что этот вариант вполне подойдет и для первого знакомства, и для опытных туристов по теме Красного моря. Номера. Тут есть нюансы. Часть номеров реновирована и часть нет. Естественная разница чувствуется существенно, но даже не обновленные номера в нормальном состоянии. Просто они имеют морально устарелый вид. Хоть по качеству даже не обновленные номера лучше, чем у большинства египетских пятерок. Естественно, во всех номерах предоставляется все необходимое для комфортного отдыха, в том числе и тапочки и халат. Интернет в номерах бесплатно, в том числе и по всей территории отеля. Питание. Тут, естественно, все на высшем уровне. Очень разнообразное, вкусное, красивая подача, всегда все свежее и качественное. Кому мало шведской линии, есть еще 8 а-ля карт ресторанов. Напитки. Главная отличительная особенность от всех других отелей в Шарме. Особенно это касается алкоголя. В общем, кому нужен качественный импортный алкоголь в Шарме в бесплатной концепции, то это только Риксус. Анимация тоже самая лучшая в Шарм-Альшей. Есть и диско, и различные развлекательные шоу. И даже во время пандемии. А еще гости Риксус Шарм могут пользоваться территорией и услугами, кроме алкогольных напитков премиум уровня, в отеле Риксус Премиум Сигей. О котором сейчас и поговорим. Первое место. Риксус Премиум Сигей 5 звезд. По полному праву занимает первое место, потому что это самый лучший и самый крутой отель в Шарме. Кстати, все взрослые гости этого отеля могут пользоваться всей инфраструктурой предыдущего отеля Риксус Шарм-Альшейх 5 звезд. Слово, самая несомненная приставка этого отеля. К примеру, тут самая большая территория, целых 287 тысяч метров квадратных. Самое крутое питание. Помимо главного отельного ресторана, есть еще 8 алякартов своих и 8 алякартов отеля Риксус Шарм 5 звезд. Итого 16 алякард ресторанов. Просто космос. Самый большой выбор импортного алкоголя, включая некоторые напитки премиум уровня, бесплатно в концепции. Самый большой и крутой детский клуб, который работает даже в условиях карантина, с соблюдением максимальной безопасности в условиях пандемии. Самый лучший интернет. В каждом номере отдельный Wi-Fi роутер, плюс бесплатно по всей территории отеля. Самая большая и необычная люстра в коле отеля. Кстати, из недостатков, именно в этом отеле самый длинный понтон, длина которого составляет примерно 800 метров. В целом можно долго рассказывать за этот отель и правильнее всего посмотреть полный обзор Риксуса по подсказке, которые вы видите сейчас на своих экранах. Но давайте все-таки разберем еще несколько главных моментов. Так как отель расположен в бухте Набг, то лучше всего отдыхать в нем именно летом. Весной и осенью 50 на 50, все зависит от ветрености. А вот зимой тут будет очень часто дуть ветер, который будет создавать самый большой дискомфорт в этом отеле именно на пляже. Хотя сама территория отеля защищена от ветра корпусами. С пирсом тут тоже не все так плохо. Примерно на расстоянии 250 метров есть спуск в расчищенную лагуну. Глубина примерно 1,3-1,7 метров. В этой лагуне можно поплавать почти всегда, даже при красном флаге на пляже. Бассейны. Всего в отеле их 7 и все с подогревом в зимний период. На второй линии есть отличный новый аквапарк, который запущен в работу в 2019 году. Примерно каждые 7 минут в аквапарк ездят с первой линии электрокары. Так что и тут напрягаться не придется. Также на территории аквапарка есть часть номеров, которые имеют название и приставку Аква. Как правило на них всегда цена ниже. Но как раз эти номера самые новые и самые качественные в этом отеле. Для любителей красивого подводного мира Красного моря тут тоже есть что посмотреть. Коралловый риф тут живой и достаточно красивый. Да и морских обитателей встречается немало. Наполеоны, скаты, мурены, хирурги и много других морских обитателей. Единственное что нужно понимать, так это чтобы посмотреть всю эту красоту, нужно добраться до края понтона и преодолеть его длину 800 метров. А так как отель расположен в Напке, где очень часто дуют сильные ветра, то в эти моменты понтон может быть закрыт. И пока не прекратится ветер, добраться у туристов до края понтона возможности не будет. Подводя итог, хочу акцентировать ваше внимание на Ritzos Premium Seagate 5 звезд. Реально самый лучший и качественный отель в Шарме. Есть некоторые недостатки, которые не зависят от отеля. Отзывы наших туристов всегда положительные, но в сети иногда встречаются негативные отзывы в основном от туристов, которые просто не разобрались с сутью этого отеля.